Здравствуйте! Это программа «Город. Новости по Выборске». С вами Людмила Перминова. И сегодня в выпуске. Активизировать борьбу с преступностью – это одна из главных задач, которую предстоит решить выборским полицейским. Два с лишним столетия уместились в одной экспозиции. В Выборском замке открылась выставка уникальных документов из фондов областного архива. Удар? Еще удар! Полторы сотни боксеров приняли участие в районном первенстве по боксу. Иностранные инвесторы активно интересуются Ленинградской областью. Вице-губернатор Дмитрий Ялов презентовал потенциал 47-го региона на инвестиционной выставке в Мюнхене, а также на встречах с бизнесменами других городов Германии. Он подчеркнул, что на будущий год инвестиционный блок сосредоточится на отраслевых мероприятиях в области судостроения, производства автокомпонентов и строительных материалов, переработки сельскохозяйственной продукции. Порядка 600 предприятий Ленинградской области в следующем году не смогут принять на работу иностранцев. Их заявки на привлечение иностранной рабочей силы были отклонены Межведомственной комиссией 47-го региона. В числе работодателей, получивших отказ, есть и организации из Выборгского района. Как прокомментировали специалисты Центра занятости, основанием для отклонения заявок послужили неустраненные нарушения законодательства. Например, работодатели должны ежемесячно подавать сведения о наличии свободных рабочих мест в Центр занятости. При заполнении заявки о потребности иностранной рабочей силы на сайте Мегроквота работодатель должен указывать сведения, когда он обращался в Центр занятости и подавал сведения о потребности вакантных мест. Также еще одной из причин отказа является то, что у работодателя не проведена тестация рабочих мест. То есть, когда работодатель устраняет эти недостатки, значит, он опять делает на сайте корректировку квоты на 15-й год и опять уже едет со всеми документами в Санкт-Петербург. Корректировку квоты на привлечение иностранцев на работу работодатели должны произвести до 1 декабря. Всю информацию руководители предприятий могут получить в Центре занятости населения. В организации работы Выборгских полицейских произошли изменения. В ряде подразделений районного управления МВД сокращен личный состав для того, чтобы перебросить его на передовые рубежи борьбы с преступностью. Об этом и не только шла речь на совещании в Выборгском отделе ГИБДД. На нем обсуждалось состояние оперативной обстановки в районе по итогам работы полицейских за 9 месяцев текущего года. Подробнее в следующем сюжете. Совещание стражей порядка по традиции началось на приятной ноте. В этот раз благодарности от руководства принимали члены команды по футболу районного ОМВД. Сборная полицейских победила в Кубке Выборга и первенстве Выборгского района по футболу, а также заняла третье место в первенстве регионального управления МВД. Спортсмены вручили заслуженные награды. Не обошлось и без ложки дегтя. Некоторые из них получили выговор за то, что пришли на совещание в гражданской одежде. Владимир Бушманов, полгода возглавляющий районные ОМВД, приказал записать каждого, кто не надел китель для наложения дисциплинарного взыскания. Затем он представил личному составу нового заместителя начальника полиции Ольгу Громову. Она будет курировать работу дежурной части, изолятора временного содержания, экспертно-криминалистического центра, конвоя. Эту должность вели совсем недавно. Кстати, и у начальников территориальных отделов полиции теперь не по одному, а по два заместителя. Один будет отвечать за уголовный розыск, другой за охрану общественного порядка. По мнению Владимира Бушманова, это позволит улучшить организацию работы его подчиненных. Заместитель тот, который якобы был по всем вопросам, он метался от одной службы в другую, порой даже сам не понимая, что там в той службе и делать-то нужно. Так как люди никогда ранее, допустим, не работали в уголовном розыске, а начинают им руководить. Конечно, это ведет к ошибкам, ведет к недопониманию друг друга, ну и, соответственно, снижаются результаты работы. Для улучшения оперативной обстановки руководство ОМВД предприняло и иные меры. К примеру, произошло сокращение сотрудников изолятора временного содержания в Рощино, а также тыловых служб отделов полиции. Те из них, кто пожелал, ушли на заслуженный отдых, остальные пополнили личный состав и теперь будут на практике бороться с преступностью. Ведь работы у полицейских меньше не становится. За минувшие 9 месяцев им поступило свыше 18 тысяч сообщений о происшествиях. Было возбуждено более полутора тысяч уголовных дел. Из них раскрыто только 823. Поэтому показателю Выборгское ОМВД пока отстает от своих коллег из других районов Ленобласти. Особое беспокойство руководства управления вызывает рост уличной преступности. В зонах постов патрулирования зарегистрировано 63 преступления, что указывают на просчеты в организации деятельности патрульно-постовой службы. С марта месяца снижаются показатели ППСП в раскрытии преступлений по сравнению с прошлым годом. В РИО заместителя начальника полиции по охраны общественного порядка Канева Николая Николаевича в кратчайшие сроки добиться устроения недостатков, пересмотреть организацию работы с лицами ранее судимыми, принципиально перестроить работу ППСП. Однако, по мнению сотрудников городской прокуратуры, увеличение данных показателей отчасти связано с усилившимся вниманием к преступлениям, совершаемым в общественных местах. Раньше, если совершение кражи в дневное время из магазина как общественное место не проставлялось, сегодня это общественное место и, соответственно, таких краж много и увеличение произошло, наверное, прежде всего даже из-за этого. На положительные моменты в работе полицейских указал также исполняющий обязанности председателя городского суда Виктор Соляник. По его словам, качество уголовных дел, направляемых в суд сотрудниками ОМВД, возросло, а сбор доказательств по ним стал вестись более тщательно. В то же время свои замечания высказали представители руководства Выборгского следственного отдела. Работа по делам прошлых лет, в том числе приостановленным как глухари, она практически не ведется. Ошибки, на которые указали коллеги, Владимир Бушманов признал, отметив также, что пока в управлении хромает и учетно-регистрационная дисциплина. Но для исправления ситуации руководством сделаны определенные шаги. Кроме того, грядет смена начальников некоторых отделов полиции. Необходимо вводить свежую кровь, добавил Бушманов. Засиделись там уже все, спят на ходу. То, что у нас, вот мы сейчас слышали, там процент раскрываемости, там 60, там это подвиг уже там где-то в Святогорске. 85 должно быть, вот в 101-м и 100-м отделе. Это все говорит о том, что руководство отсутствовало и не могли реально организовать. Пусть не думают руководители, которые станут заместителем начальников отделов, что они будут сидеть теперь в теплых кабинетах, все будете по территории бегать. Я сам выезжаю на происшествие, на преступление и вы будете выезжать. Разговор с руководителями каждого подразделения ОМВД во второй части совещания проходил за закрытыми дверями, уже без участия журналистов. Людмила Перминова, Валерий Пресижнюк, Медиагруппа «Наш город». Памятник Ленину в Святогорске стал жертвой вандалов. В ночь на понедельник неизвестные нанесли на постамент, на котором установлен памятник вождю мирового пролетариата, свастику и порочащую надпись. Учитывая то, что он расположен в людном месте, рядом с местным дворцом культуры, коммунальщики поспешили закрасить художество. Как рассказали нам в районном ОМВД, уже возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Ведется поиск преступников. Один против всех. В Выборгском городском суде слушается уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Преступление произошло еще в июле прошлого года. Согласно материалам следствия, подсудимый, находясь неподалеку от железнодорожного моста «Дружба», развел костер, в котором обжигал изоляцию из проводов. Разобраться в происходящем были направлены двое сотрудников полиции и наряд патрульно-постовой службы. Когда стражи порядка подошли к мужчине поближе, он вооружился, взяв руки, палку и нож. Подошли мы к данному мужчине, представились, предъявили служебное удостоверение, спросили, кто такой, чем вы тут занимаетесь, на что, в общем-то, мужчина повел себя крайне неадекватно. Он начал орать что-то непонятное, какие-то, в общем-то, были нечисленораздельные фразы такие. Ну, четко было одно, что он там, мягко говоря, не любит сотрудников полиции, что это его кобеля, и то, что он ничего говорить не будет, ничего нам не отдаст, а в случае, если мы не уйдем, то он нас, как говорится, порежет. Несмотря на угрозу, сотрудники полиции продолжали уговаривать подсудимого сдаться и положить оружие на землю. Но слова стражи порядка только разозлили мужчину. Он начал двигаться в сторону одного из служителей закона. И уже, когда вплотную практически Степанов подошел к Кудрявцу, делал замах, чтобы, скорее всего, нанести удар, Кудрявцу произвел выстрел в район ступни. По-моему, левая нога не помню. После этого Степанов упал на землю, сотрудники полиции подбежали, выбили из рук нож. И после этого оказали на первую бюджетскую помощь. Сразу была вызвана скорая помощь. Стоит отметить, что подсудимый уже имеет богатое криминальное прошлое. 20 лет он провел за решеткой по обвинению в убийстве, совершенном с особой жестокостью. За нападение на сотрудника полиции подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Следующее рассмотрение дела назначено на 5 ноября. В выборге подростка сбили на зебре. Авария произошла накануне, во втором часу дня, на пересечении улицы Тургенева и бульвара Кутузова. Как рассказали на вместном отделе ГИБДД, девятиклассник школы номер 7 стал переходить дорогу после того, как с обеих сторон пешеходного перехода остановились два автомобиля. Внезапно ВАЗ-2101, двигавшийся по бульвару Кутузова в направлении Ленинградского шоссе, объехал одну из стоящих машин и сбил мальчика. На тот момент он уже практически миновал зебру. В результате школьник получил ушиб бедра. После оказания медицинской помощи подросток был отправлен домой. Один из главных христианских праздников – покров Пресвятой Богородицы – отмечают сегодня православные верующие. В храмах Выборгского района, как и по всей России, проходят торжественные богослужения. История праздника берет свое начало в 910 году и связана с событием, произошедшим в городе Константинополе. Согласно житию святого Андрея Юродивого, во Влахернском храме, хранившем величайшую святыню христианского мира Ризу Пресвятой Богородицы, парящая в воздухе Пресвятая Дева Мария распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало покров и вознесла молитву о спасении мира от бед и страданий. С этим днем связано множество различных примет. В старину после покрова все полевые работы прекращались до наступления весны. Нередко именно 14 октября выпадал первый снег. По традиции, после праздника начиналась пора свадеб. Карты, планы и чертежи Выборгской губернии. В выставочном зале Замга открыли уникальную экспозицию из фондов Ленинградского областного государственного архива. Представлены десятки карт Российской империи, Финляндии, Карельского перешейка и, конечно, Выборга, начиная с XVII и заканчивая XX веком. Вероника Когут продолжит. Как изменился облик Выборга за два с половиной века? Старейшая коллекция Ленинградского областного государственного архива доступна широкой публике. В одном из выставочных залов Выборгского замка представлены десятки экспонатов. Ранее эти карты, чертежи и схемы никогда не выставлялись на всеобщее обозрение. Организовать экспозицию широкоформатных документов не позволяли площади архива. Благодаря сотрудничеству учреждения с краеведческим музеем, возможность изучить уникальные исторические свидетельства получили жители и гости города. Первым гостям выставки, студентам Выборгского филиала ЛГУ имени Пушкина, экспозицию презентовал научный сотрудник архива Александр Дмитриев. Все карты и чертежи представлены в хронологическом порядке. Вот самый древний и, соответственно, ценный экземпляр. Карта, выполненная шведским картографом, королевским землемером Эриком Нильсоном Аспегреном в 1643 году. Он в середине 17 века очень активно занимался картографированием Карельского перешейка, начиная с Устья Невы. Представлен район Первомайского городского поселения, раньше Уряперский уезд. Большинство представленных экспонатов изданы на старошведском, шведском и финском языках. Некоторые выполнены рукописным способом канцелярской цветной тушью, без типографской печати. Выставлены карты Выборга и крепостных укреплений города, периода шведского владычества и послепетровских завоеваний. Административные карты Выборгской, Микельской и других губерний. Первые карты Финляндии. Большой интерес представляют вот эти два экспоната. В них история создания самого архива. В 1910 году, там, где сейчас располагается учреждение, в честь 200-летия взятия Выборга был заложен православный храм по проекту архитектора Василия Косякова. Одно из его главных творений – Морской собор Кронштадта. В течение четырех лет велось строительство здания, но с началом Первой мировой войны было приостановлено. И оно простояло в заброшенном виде до 1932 года. В 1932 году правительством Финляндии было принято решение здание перепрофилировать, разобрать. И на его месте в 1934 году был построен Выборгский провинциальный архив. Известно, что при строительстве здания архива по проекту знаменитого финского архитектора Ульберга в применении нашел весь кирпич, ранее использованный при возведении храма. А вот карта места жительства и пунктов ночевок цыган в Финляндии, датированная концом XIX века. К сожалению, нет данных, зачем Артур Теслев отслеживал перемещение кочевого народа. В отдельной витрине на выставке представлены чертежи надгробий, установленных в первой половине XX века на кладбище Христимяки и Сорвали. До наших дней они не сохранились. Выставка будет работать до конца года. После ее закрытия все экспонаты отправят на реставрацию и оцифровку. Тогда эти уникальные документы будут доступны только в электронном виде. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Увидеть караваны истории могут посетители галереи «Знак». Так называется персональная выставка выборгского художника и краеведа Андрея Ставцева, открытие которой совпало с творческой встречей автора и почитателей его таланта. На сегодняшний день Андреем Ставцевым создано свыше 200 картин, многие из которых посвящены Карельскому перешейку в целом и Выборгу в частности. В экспозиции представлены лишь некоторые из них. Одна из последних работ «Караваны истории» дала название всей выставке. По словам художника, над ее созданием он трудился около пяти лет. Идея родилась во время прогулки по Выборгу. Представляете, перекрывает на перекрестках, останавливаются машины, и мимо машин более пятидесяти всадников. Офицеры, казаки. Едут в попонах с оружием, не спеша, валит пар из ноздрей лошадей. И вот мы сидим с дочкой, смотрим, как вот этот вот целый эскадрон проходит перед глазами. Происходит своеобразный сдвиг. Вот он, кусок другого времени попадает в наше время. Встреча с теми всадниками, очевидно, произвела на художника настолько сильное впечатление, что впоследствии он и сам вступил в казачье общество, носит соответствующую одежду и разделяет взгляды казаков станицы Выборгская. В творческом багаже Андрея Ставцева не только многочисленные картины, но и сувениры, книги, открытки, которые также посвящены Выборгу и его окрестностям. Долгие годы он изучает историю города, является членом поискового отряда, проводит экскурсии и охотно делится накопленными знаниями со всеми желающими. Когда начали раскрываться целые пласты, культурные пласты бытования людей на этой территории, когда в лес выходишь и в радиусе 500 метров обязательно находишь следы разных культур, есть точки, узлы, на которых они наслаиваются одна на другую. То есть, зачем куда-то ехать, на Канаре, еще куда-то. У нас такие пласты неподнятого, неизвестного. Выставка «Караваны истории» будет работать в библиотеке на Спортивной до 7 ноября. Осенняя апатия или хандра наступает практически у каждого пятого жителя планеты. Не следует путать это состояние с депрессией, с серьезным психическим расстройством, лечение которого требует вмешательства соответствующего специалиста. Психологи отмечают, что чаще всего осенней хандре подвержены женщины, но и мужчины с тонкой душевной организацией также уязвимы. Специалисты выделяют три фактора, влияющие на наше осеннее состояние. Первое – это гормональные изменения, которые происходят вследствие дефицита солнечного света. Второй фактор – это, конечно, психологический фактор, когда, в принципе, осень, тем более октябрь, это уже практически конец года. И человек всегда пытается понять, реализовал ли он все цели, мечты, желания, которые он для себя наметил на этот год. И если вдруг возникает такое ощущение, что не все выполнено, то у человека возникает ощущение невостребованности. Третий, конечно, фактор – это социальный фактор, то есть это хронические стрессы, которые нас подстерегают не только на работе, но и дома, плюс неправильный режим труда и отдыха, и, конечно, это неполноценный сон. Признаки наступающей апатии – сонливость, раздражительность и плаксивость, тревога и нервозность, снижение концентрации внимания. Наиболее сильным из известных естественных антидепрессантов являются физические нагрузки. Первое, что советуют делать специалисты для предотвращения хандры – совершать пешие прогулки в быстром темпе. Очень важно организовать свой режим питания, ввести в рацион такие продукты, как гречка, фасоль, горох, зелень, зеленые овощи, так как они богаты очень витамином магния, который влияет на нашу нервную систему. Для работающего населения очень важны такие моменты, как обязательно чередовать режим труда и отдыха, и в обеденный перерыв обязательно выходить на улицу, для того, чтобы организм мог отдохнуть, набраться сил и вернуться после обеда к работе с новыми силами. Также специалисты отмечают, что человек должен хотя бы один час в день посвящать только себе и своим любимым занятиям. Неплохо дополнить свой гардероб яркой вещью или аксессуаром. Если уныние не отступает и хандра затянулась более чем на месяц, обратитесь к психологу. Он поможет разобраться в истинных причинах плохого настроения и скорректировать их. Телефон психологической службы в Выборге 2-15-50 работает ежедневно с 9 до 22 часов. На очную консультацию можно записаться по будням с 9 до 16 часов по номеру 2-04-13. Холодно и грустно. Именно так оценили свое состояние большинство принявших участие в нашем опросе. На сайте выборг.тв мы спросили, как на вас действует наступившая осень. И вот какие ответы мы получили. Грусть в этот сезон испытывают 41% опрошенных, а 30% считают, что это самое красивое время года. Трудно вставать утром чуть более 15% респондентов, и они ждут, не дождутся перехода на зимнее время. 13% еще надеются на возвращение бабьего лета. Как выборжцы борются с соседней хандрой, они расскажут сами прямо сейчас. Ходить в спортзал, ездить на природу, отдыхать. Побольше смейтесь, улыбайтесь, проводите время с друзьями. Меньше думают о дурном, больше хорошем. Хандра, говоришь, да? Ну, пойти прогуляться, вот как я сегодня вышел, на природу с другом. Сейчас овощи, фрукты, все это очень кушают, и чувствуют себя просто позитивно. Я считаю, улыбайся, и весь мир тебе будет улыбаться. Почтение хандра. Я не знаю, что это. Побольше гулять на свежем воздухе. Заниматься чем-то интересным. Чаще улыбайтесь. Просто будьте все счастливы. Организации, которые занимаются оказанием социальной помощи, освободят от налога на добавленную стоимость. Соответствующий законопроект внесен сегодня в Государственную Думу. Аналогичная нулевая ставка НДС уже введена для российских образовательных и медицинских учреждений. Если документ получит одобрение, налоговая ставка 0% будет применяться с января 2015 до января 2020 года. Официальный курс валют на 15 октября, установленный Центральным банком РФ, составляет евро 51,51 рубля, доллар 40,53 рубля. 11 золотых медалей завоевали выборгские спортсмены на традиционном открытом первенстве Выборгского района по боксу. В течение трех дней соревнования, посвященные памяти мастера спорта России Дмитрия Добрякова, проходили в школе бокса на Данилова-1. За ходом финальных поединков наблюдали и наши корреспонденты. Радость победы и горечь поражения. 150 боксеров из Петербурга, городов Ленинградской области, Карелии, Пскова и далекого Нальянмара боролись за выход в финал открытого первенства Выборгского района. В итоге в заключительный день соревнований на ринге встретились 28 финальных пар. Соперникам традиционно представили судейскую коллегию. В ее состав вошли рефери из Выборга, Пушкина, Кингисеппа и Колпина. За золото традиционного октябрьского турнира в памяти мастера спорта России Дмитрия Добрякова боролись юноши и юниоры. Именно по этому возрасту, это юноши 13, 14, 15, 16 лет, в общем-то в Выборге всегда было много ребят, которые занимаются нашим видом спорта любимым. И пытаются достичь результата, успехов и выйти на взрослый ринг. И именно отцу начинали, скажем так, звезды, вырастали звезды, которые боксировали на России, становились победителями России, чемпионами России, выходили на международный ринг. За ходом поединков напряженно следили не только судьи и тренеры. Группы поддержки скандировали имена своих фаворитов и давали боксерам советы. Не обошлось без крови. Пропущенные удары стоили спортсменам разбитых носов. Так, в категории до 63 килограммов в финальной схватке сошлись Сергей Абрамов из Тихвина и Никита Злобин из Петербурга. Предопределить исход встречи было невозможно, бой был равным. Лишь в третьем раунде тихвинскому спортсмену удалось перехватить преимущество. Мы были, конечно, с ним знакомы, но раньше на ринге не встречались. Бой был сложный достаточно, но удалось победить. В рамках открытого первенства Выборгского района в этом году провели также первенство Ленинградской области по женскому боксу. В одной из финальных схваток кандидат в мастера спорта, победитель чемпионата Северо-Запада Ксения Шубина из Гатчины, встретилась с новичком во взрослой категории Татьяной Козыревой из Пскова. Обе соперницы оказались физически и технически подготовленными. Победу одержала представительница Ленинградской области. В числе победительница в женском первенстве – воспитанница Выборгской школы бокса Карина Горбунова. Полуфинальная встреча завершилась в пользу нашей землячки. Исход финального поединка решился за секунду. Соперница Горбунова не явилась на соревнования. По итогам первенства Выборгского района золотые медали и титулы победителей завоевали 7 спортсменов из Выборга, 3 – Светогорска и 1 – Приморчанин. Вероника Когут, Валерий Пресежнюк, Медиагруппа «Наш город». Легкоатлетический кросс лыжников Выборгского района прошел на стадионе «Локомотив». Соревновались спортсмены из Выборга, Светогорска, Первомайского, Рощина и поселка Мичуринское Приозерского района. 112 лыжников преодолевали дистанции 1, 2, 4 и 6 километров. 14 ребят завоевали золото в своих возрастных группах. Большинство наград у воспитанников тренеров Елены и Виктора Ижутиных. Выборгские легкоатлеты успешно выступили на традиционных соревнованиях по метаниям диска, молота и копья в Петербурге. В метании молота в старшей возрастной группе Дарья Ягелла заняла третье место. Серебряным призером в метании копья среди девушек 99-2000 года рождения стала София Пичугина. Выборжанка Полина Болонова одержала победу в метании копья в младшей возрастной группе. А уже завтра, 15 ноября, в Выборге на стадионе «Авангард» состоится первенство Ленинградской области по метаниям диска, молота и копья среди юношей и девушек. Эти соревнования являются первым этапом отбора в сборную команду региона на спартакиаду учащихся России. Двухсотлетие со дня рождения Михаила Лермонтова отметят в Выборге. 15 октября, в день юбилея великого русского поэта и писателя, в 15.30 на Красной площади состоится масштабный флешмоб. После, в 16 часов, все желающие смогут вспомнить его бессмертные строки в библиотеке Альвара Алта. Там же состоится праздничный концерт «Венок поэту» с участием руководителя оркестра «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга». А сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередное произведение Лермонтова в исполнении актера Театра «Святая крепость» Максима Гладкова. Грустные и нежные строки поэт написал, когда ему было 26 лет. Мне грустно, потому что я тебя люблю, и знаю, молодость цветущую твою не пощадит малвы коварное гоненье. За каждый светлый день и сладкое мгновение слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Мне грустно, потому что весело тебе. На этом наш выпуск завершен. Напомню, что самые свежие новости по будням каждый час и в субботу в 9.42 и 10.42 на радиоволне 91.2 FM. Следите за эфиром, вступайте в группу Выборг ТВ ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке и в Твиттере. А также заходите на сайт выборг.тв. Будьте с нами, будьте в курсе. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры делал DimaTorzok Дима ТВ Дима ТВ ВКонтакте